У каждой экономической эпохи есть свой символ. Юристы, бухгалтеры – все это в прошлом. Символ современной экономики – Product Manager. Product заправляет производством всего, что потребляет человечество, от спичек и супертанкеров до мобильных приложений и полетов в космос. Профессия интересная и, что самое важное, без ограничений по зарплате. Но хороших продуктов мало. И именно поэтому курс онлайн-школы Product Life «Тренажер Product Manager» разработан для тех, кто хочет стать хорошим продуктом или примерить на себя такую роль за короткий срок. Ранее мы уже рассказывали вам о годовом курсе от этой школы, на котором прямо сейчас учатся наши подписчики. А теперь у этого курса появилась мини-версия, которая позволит еще быстрее и качественнее освоить эту профессию. Все три месяца курса студенты проходят теорию и сразу же отрабатывают навыки на практике. И так много раз. Можно ошибаться, это всегда полезно. Можно приходить со своими проектами, можно брать проекты партнеров школы, крупных компаний. А еще за каждым студентом закреплен личный наставник, который поможет и направит. Вы научитесь анализировать рынок, клиентов работать с юнит-экономикой, а главное научитесь делать продукт, который нужен. Product Life ведет студентов с начала обучения до устройства на работу. Готовы изменить свою жизнь к лучшему? Тогда переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на тренажер и не забудьте про наш специальный промокод, который даст вам скидку в 40% при покупке, а также курс по софтскиллс в подарок. Пираты. Невероятно популярная часть поп-культуры. И как мы подробно расписывали в прошлом ролике, подавляющая часть того, что о них известно, придумана как раз поп-культурой. В реальности образы головорезов были совсем другими. Романтизировали их, придумав черные метки и прочие детали господа Дефо, Стивенсон и Рэмсон. Ну и, конечно, Дисней с франшизой о пиратах Карибского моря. Подробно о мифах и жизни реальных пиратов мы рассказывали в прошлом видео, которое вы найдете по ссылке в описании. А сегодня мы продолжим историю, разобрав еще больше предрассудков, и поговорим об одном из самых известных пиратов в истории. Ведь с черной бородой связано не меньше мифов. Каким он был, почему пираты предпочитали не попугаев, а котиков, и какие пытки использовали. Обо всем уже в ближайшие пару минут. А история черной бороды начинается в 1680 году в Британии. Как и у большинства пиратов, о детстве парня известно крайне мало. Кто-то считает, что он был сиротой, а кто-то наоборот заявляет, что Эдвард Тич родился в богатой семье. Так или иначе, известны две вещи. Опровергающие мифы. Это то, что черная борода был образованным человеком. Хоть пиратов часто и рисуют варварами, найдена куча писем на его имя, а также свидетельства переговоров с купцами. Ну а второе, это то, что как таковым великим пиратам бороду назвать тяжеловато. Хотя бы потому, что карьера его продлилась всего-то два года. Из которых где-то полгода состояли из попыток выжить. Хоть Тичи поступил на службу в 12 лет, а где-то к 20 уже принимал участие во франко-английской войне в Карибском бассейне, пиратствовал он не сам. Черная борода был шестеркой другого разбойника, Бенджамина Хорнигольда, и долгие годы пытался пробиться повыше. Лишь в 1716 году Тич получил свой корабль, назвав его «Месть королевы Анны», и окончательно сформировал свой образ мрачного бородача. Собственно, из-за якобы омерзительной внешности запаха и устрашающей бороды, Эдвард Тич и вошел в историю. В романе «Остров сокровищ» капитан Флинт списан именно с него. Только вот приукрасил его автор в десятки раз, заодно повлияв на черную бороду, которого начали считать таким же реально существовавшим безумцем. А на деле настоящий борода был гораздо прагматичней. Большинство историков сходятся во мнении, что все сказки про запах, горящую бороду и нрав – это просто образ, который хитрый Тич создал. Затея действительно работала, ибо нет ни единого свидетельства убийства или пыток на его корабле. Да и большинство купцов, услышав о таинственной черной бороде, не сопротивлялись, просто отдавая пиратам добычу. И это еще один миф о пиратах. Массовая культура часто рисует их варварами, набегающими и взрывающими корабли. На деле пираты не любили долбить потенциально свою же собственность. Какой смысл разрушать корабль, содержимое которого ты хочешь потом продать? Вот и борода поступал так же. Правда, почти сразу после начала карьеры переступил черту. В 1718 году он заблокировал один из крупнейших портов США в Чарльстауне. Опять же, никаких показательных взрывов и казней не устраивая. Тич просто потребовал от администрации выкуп, угрожая устроить ад. Выкуп борода получил и благополучно отчалил. Но обиду портовладельцы затаили надолго, позже назначив за его голову награду. И хоть Эдвард Тич позже принял амнистию, пытаясь легализоваться, в этом же 1718 его и нашли с пятью пулевыми и 25 сабельными ранами. Положил конец черной бороде лейтенант британского флота Роберт Мейнард, который, к слову, в прямой битве на саблях все же проиграл. Историки считают, что убил легендарного пирата безымянный солдат, член команды. Но так или иначе, место в истории черная борода заслужил не только из-за художественной литературы. Все же пиратствовать на протяжении пары десятков лет, из-за которых пара с собственным кораблем, это лучшее свидетельство таланта Эдварда, как мореплавателя, управленца и бойца. Ведь еще один миф о пиратах – черные метки и таинственные ритуалы, приписываемые капитаном. В подавляющем большинстве случаев все было проще и реалистичней. Плохой пират либо просыпался с парой пуль в сердце, либо оказывался за бортом. Как, к слову, бывало и с самим черной бородой. Когда месть королевы Анны потерпела крушение, капитан высадил часть ответственных за это пиратов на необитаемом острове. Если верить легендам, отсюда и родилась песенка про сундук мертвеца. Ну и последнее, что стоит сказать о бороде – это его флаг. Под веселым Роджером парень не ходил. Он использовал скелета, который в одной руке держал песочные часы, а в другой – копье, пронзающее сердце. Не было на кораблях бороды и попугаев. Их вообще у пиратов особо не было. Романтизировал отношения корсаров и пернатых все тот же роман «Остров сокровищ», где у литературного клона Эдварда Тича попугай имелся. На деле дело в обычной моде тех времен. В 18 веке в Европе царила повальная мода на экзотических птичек. И автор в своем романе просто пытался угодить тенденциям времени. Ведь все понимают, что птички – непрактичный и неудобный товарищ пирата. Хотя бы потому, что, сидя на плече, периодически на это же плечо попугай будет гадить. Однако домашние животные у ребят все же были. Только были ими котики. В отличие от попугаев, всю историю человечества у шерстяных было неоспоримое преимущество. Они ловили крыс, что в буквальном смысле спасало пиратам жизни. Особо ценили корсары котиков с лишними пальцами, считая их приносящими удачу. В 1996 году корабль «Черной бороды и месть королевы Анны» был найден. И из-за бума популярности пиратов местонахождение тщательно скрывалось. Члены экспедиции максимально осторожно совершали вылазки, вылавливая отдельные предметы. Одним из них оказался пистолет, способный стрелять не только пулями, но и болтами. Это говорит об изобретательности пиратов, которые в условиях отсутствия боеприпасов умудрялись выкручиваться, используя, что под руку попадется. Но что самое главное, на корабле нашли целую гору медицинского оборудования. Впору вспомнить еще один миф об одноруких одноногих пиратах. Да, медицина тех времен при любых проблемах конечности удаляла. Но глупо считать, что одноногий пират, как в кино, оставался членом команды. В лучшем случае бесполезного товарища высаживали на берег, ну а в худшем выкидывали за борт. Однако черная борода, как показывают находки, старался заботиться об экипаже. Найдены две клизмы, ножницы, серебряные иглы, приспособления для кровопускания, зажимы для ампутации и даже металлический шприц причудливой формы. Ведь в те времена распространенный среди моряков сифилис лечили лишь одним способом. Закачивали таким шприцем ртуть через уретру. Звучит, конечно, отвратительно, но здоровье есть здоровье. И черная борода действительно пытался держать члены экипажа в норме. Причем для этого он изначально нанял трех медиков. Не совсем нанял, конечно. При захвате корабля Тич оставил себе трех корабельных хирургов, которым неплохо платил. Во время той самой осады американского порта весомой долей требуемой дани были как раз медикаменты. О пытках мы уже упоминали, но остановимся на них не в контексте черной бороды. Он, как мы уже говорили, в них особо не был замечен. Но вот вокруг других пиратов то и дело мелькают статьи о легендарной прогулке по доске, где человек с завязанными глазами шел по выброшенной в сторону моря доске и падал, умирая либо от воды, либо от акул. Такой способ действительно существовал, но применялся не так уж и широко. Какое-то время историки даже не могли найти исторических подтверждений. Но все же, как минимум в 1769 году Джордж Вуд в тюрьме признался, что таким образом казнил английских матросов. А в 1829 о подобном способе казни писал журнал Times, рассказывая о тяжелой участи корабля Red Pole. В общем, прогулку по доске применяли. Только вот речь о единичных случаях. Ведь, во-первых, все пираты старались получить добычу бескровно. И чаще всего хватало спуска флага, чтобы противник наложил в штаны. Во-первых, любой пленник – это потенциальный выкуп. Или даже будущий пират, ведь речь о моряках. А в кадрах постоянно умирающие в битвах и от болезней пираты нуждались остро. Ну а в-третьих, смерть для тех эпох была настолько рутинным, делом, что бедолагу в конце концов было проще выбросить за борт, да и не париться. В основном все случаи применения пыток среди пиратов связаны с садистской натурой капитанов этих экипажей. Особенно выделялся Эдвард Лау, получавший от пыток удовольствия. У него в арсенале имелись и засовывания свеч между пальцами, и бег вокруг мачты до изнеможения. Но общая практика пиратства была скорее рациональной. К примеру, гораздо более широко использовался прием, когда пираты предлагали членам захваченного корабля четверть добычи и место в своей команде. И часто отпускали даже тех, кто отказался. Просто за тем, чтобы поддерживать в народе репутацию справедливых бандитов. Здесь мы подходим к, пожалуй, главному мифу. Черная борода, Фрэнсис Дрейк и другие легендарные пираты не держали в командах беглых преступников, головорезов и садистов. Подавляющая часть пиратов – это бывшие рабы, обычные моряки и работяки. Ибо жизнь в те времена была, знаете ли, тяжелой. А у моряков особенно. К примеру, на службу в британский флот забирали принудительно. И частенько бедных срочников даже привязывали к палубе во время остановок, чтобы те не сбежали. Как думаете, сколько такие ребята думали бы, прежде чем перейти на сторону незнакомых, но хотя бы честных пиратов? Спойлер думали очень мало. Еще меньше думали чернокожие рабы, у которых вообще альтернатив практически не было. Так что, когда речь дойдет до фильма Netflix с кучей темнокожих пиратов, не спешите ругаться. Это как раз исторически достоверно. Забавно, что, радикально отличаясь от версий Голливуда, реально существовавшие пираты на самом деле были еще более колоритны. И совершенно неясно, зачем их экранизируют, непонятно как. Да, пиратство, в особенности современное, это отвратительная вещь. Но опять же, времена раньше на дворе стояли другие. И поднимется ли у вас язык что-то предъявить Джону, которого своя же страна принудительно забрала из дома и отправила умирать на корабле от сифилиса? Пару столетий назад на Земле жизнь стоила копейки. И неудивительно, почему так много людей выбирали пиратство. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok